Для детей и их родителей в преддверии Нового года состоялся настоящий шахматный бал. В нём принимали участие все воспитанники из проекта «Чёрно-белое королевство. Шахматы и малыши». Такой проект стал победителем второго конкурса 2019 года на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. И теперь успешно реализуется в Десногорске. Цель этого проекта – мы детей научим о замшахматах. Они начнут уже просто играть в шахматы. И мы по всем детским садам нашего города пройдём с показательными выступлениями или занятиями по шахматам. И принимать участие в этом будут как раз те дети, которые у нас сейчас учатся. Шахматное направление рассчитано для детей от 4,5 лет. В Десногорске собрано уже 4 группы. Каждая из них занимается по 6-8 ребят. Ну и, конечно же, без праздников никуда. Руководители проекта организовали для своих воспитанников волшебный новогодний бал. Всё, как и в шахматах. Две армии – чёрная и белая, и костюмы в виде шахматных фигур. Девушки есть? Есть! Слоны есть? Да! Коли есть? Да! Наверное, нет ладьев? Есть! И даже были самые главные фигуры – король и ферзь. Как и на любом детском новогоднем празднике, не обошлось без различных конкурсов, в котором были задействованы и родители маленьких шахматистов. Ну и, конечно, стихотворения для Деда Мороза. Только так можно было получить заветный подарок. Кстати, как оказалось, желание записать на шахматы своего ребёнка не всегда исходит от родителей. В семье Александра Спасова инициативу проявил самостоятельный сын Максим. Это не мы решили. Он решил сам туда пойти и сказал, папа, мама, я хочу в шахматы играть, вы меня запишите и всё. Мы его записали, он стал заниматься. Занятия шахматами развивают в детях интеллектуальные способности, концентрацию внимания, память и ещё много других положительных качеств. Мы решили отдать, чтобы дети умственно развивались, прежде всего, могли логически мыслить и развиваться в этом плане. То есть, чтобы голова не стояла на месте, как говорится. Благодаря таким проектам в Атомграде появляется всё больше мест, где бы ребёнок смог проявить и, самое главное, усовершенствовать свои навыки. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Рафеев, Десна-ТВ